Всем привет! В этом видео посмотрим на беспроводной пылесос с большой комплектацией, мощный и интересный. Коротко о том, как он вообще у меня оказался. Менеджер, с которым я когда-то работал по 3D принтерам, перешел на работу в Redroad и написал мне, а тебе надо. А я недавно купил сверлильный станок, который мусорит, и его нужно постоянно прибирать. И я такой, мне не только надо, но я еще и хочу этот пылесос. Вот так он и оказался у меня. Пылесос приезжает в двойной упаковке, поэтому никаких вмятин и повреждений на коробке нет. Модель называется Redroad V17 с мощностью 450 ватт. Открываем коробку, и внутри каждая насадка находится в своей отдельной упаковке. Так сказать, для любителей всего аккуратного и подоставать из коробочек. Итак, это основная турбощетка с двумя валиками. Она для полов и ковров. Далее сменный аккумулятор. И два запасных валика на щетку. Метровая металлическая труба-удлинитель. Щетка для сбора пыли. Гофро-удлинитель. Док-станция для зарядки и размещения пылесоса со всеми насадками. Сама зарядка. Малая турбощетка для высасывания пыли из матрасов. Щелевая насадка. Сам пылесос. И еще в отдельной коробочке инструкция и крепеж для док-станции. Сам пылесос упаковали как марсоход. Все в пленочках, чтобы до вас точно добралось и целом, и без малейших царапин. Даже на корпусе аккумулятора есть защитные пленки. А вот тут все, что было в коробке. Инструкция на русском. Она компактная и понятная. Всего на 16 страничек. Внешне пылесос выглядит как какой-то бластер из Звездных войн. Поэтому я не смог удержаться. По конструкции этот пылесос представляет из себя многоступенчатый циклон с несколькими степенями очистки. Основной контейнер пылесборника на 600 мл для крупного мусора. За ним идут 12 небольших отверстий, которые и создают вихревой поток. А на металлической сетке по кругу уже оседает только самая мелкая пыль. И в завершении на выходе всего воздушного потока установлен двойной хепофильтр. С угольным наполнением для устранения запаха. Вся эта конструкция разбирается в два полуборота. И ее можно мыть в воде. Ну только с обязательной просушкой. Включая хепофильтр. Он тоже моется. Вообще водой можно мыть все насадки. Исключение только сам корпус пылесоса с мотором и аккумулятором. Его нежненько протираем влажной тряпочкой или салфеткой. Управляется пылесос курком, который отвечает за включение и выключение. И еще есть дополнительная кнопочка около экрана. Коротким нажатием по ней по циклу переключается режим мощности. Эко, медиум и турбо. Удержанием кнопки на 2 секунды появляется замок. Он меняет режим работы курка. Теперь вместо того, чтобы его удерживать, можно разово нажать и пылесос включится. А если зажать кнопку на 5 секунд, откроется меню настроек. Тут можно сбросить таймер фильтра при его замене. И поменять язык интерфейса на русский. Аккумулятор литий-ионный. Он сменный, но в комплекте только один. Хотя док-станция поддерживает одновременную зарядку сразу с двух батарей. Сверху расположен дополнительный порт зарядки. Емкость 2500 мА. Напряжение 24 В. То есть 6 банок. Производитель обещает 450 циклов заряд-разряд. Судя по внешнему виду и тому, что видно через решетки вентиляции. Там находится 6 высокотоковых банок лития формата 18650. То есть аккумулятор в принципе ремонтопригоден. Время полной зарядки с нуля до 100% составляет ровно 3 часа. При этом самого заряда хватает примерно на 60 минут работы в режиме Эко. 30 минут в режиме Медиум. И около 10 минут в режиме Турбо. Остальные характеристики пылесоса следующие. Электрическая мощность 450 Ватт. Сила всасывания 26500 паскалей. И как сегодня часто указывают номинальную мощность 155 аэроватт. Понятия не имею, что это такое. Мотор установлен экономичный, бесколлекторный. На 125 тысяч оборотов. Поэтому никакого износа щеток на нем нет. По уровню шума заявлено менее 60 дБ в режиме Эко. Но по моему замеру получается где-то около 70 дБ. На дистанции в полтора метра. Остальные режимы конечно же шумят громче. Но в целом пылесос примерно раза в полтора-два тише моделей, которые питаются от сети. Удлинителей в комплекте три. Это гофра. Она без внутреннего питающего кабеля. Колено. Оно фиксируется в нескольких положениях до угла в 90 градусов. И тут уже есть питающий кабель. И типовая трубка-удлинитель. На ней тоже есть питающий провод для работы подсветки и моторов турбощеток. Коленный соединитель позволяет не нагибаясь залазить под разные столы. Как оказалось это невероятно удобно. Переходим к насадкам. Их в комплекте пять штук. Мягкая щетка. Она подходит для сбора пыли со штор, потолка, столиков, полок. Ну и пригодится при уборке в автомобиле. Щелевая насадка. Она почти стандартная, но тут есть два светодиода подсветки. Поэтому всю мелкую грязь и пыль становится значительно лучше видна. Малая турбощетка. Она уже с мотором. Ее смысл в создании максимального вакуума. Для втягивания пыли из глубины матрасов и одеял. Ну вот, смотрите. Пустой и чистый пылесборник. Режим турбо. И за 15 секунд собрал вот столько пыли. Но я продолжил. И это результат уже через пять минут. Жесть, конечно. В общем, это первое, что вы должны сделать, если будете покупать этот пылесос. Вся эта пыль была собрана с одного двухметрового матраса за пять минут. У меня просто слов нет. Идем далее. Щетка два в одном. Тоже типовая раздвижная насадка. Такая есть во многих пылесосах. Она применяется тоже, как и мягкая. Для очистки пыли с полок, небольших поверхностей. Ну и станок я ей тоже чистил. И последняя насадка – это основная турбощетка. С двумя валиками, мотором и подсветкой. Задний вал вращается навстречу, дособирая то, что пропустил первый. Насколько я знаю, такой двойной конструкции турбощеток нет ни у одного производителя пылесоса. Плюс дополнительно в комплект входят еще два запасных валика для нее. Они разные. Один со сплошным ворсом. Он собирает мелкую грязь и пыль. А второй вычесывает и дособирает крупный мусор. Валики снимаются в один клик для очистки. Также их можно поменять местами. Поставить сплошной ворс сзади. И, конечно же, можно использовать сразу два одинаковых валика. А наличие передней подсветки помогает не пропустить грязь в темных углах. Давайте проведем тесты. Минимальный режим мощности ЭКО. Сбор перца. Ну, собрал почти все. Кроме того, что не попало на саму щетку. Второй тип мусора. Опилки. Опять же, на минимальном режиме ЭКО. Из-за слабого режима всасывания, некоторая стружка вылетает вперед через валик. А вот с этими гранулами режим ЭКО не справился совсем. Они слишком большие и тяжелые для него. Переходим на горох. Первый проход в режиме ЭКО оказался неудачным. Гранулы, которые пылесосил до этого, они забились в воздуховод и помешали. Второй проход по гороху. Но теперь уже в режиме турбо. На максимуме. И сразу собралось все, что попало под щетку. А остальное допылесошиваем. Я в курсе, что нет такого слова. Ну и просто комбинированный мусор в режиме турбо. Очистка пылесборника производится нажатием всего одной кнопочки. И дополнительно тут еще есть щеточка, чтобы можно было сместить все, что не выпало. Итак, по режимам работы. Вот то, что получилось по факту эксплуатации. ЭКО режим. Он для ровных поверхностей, типа плитка, ламинат и небольших загрязнений. То есть не тяжелого мусора. МЕДИУМ. Это основной режим работы на коврах при средних загрязнениях. А турбо нужно использовать кратковременно. Когда требуется собрать что-то тяжелое. Или при всасывании той же пыли из матрасов и одеял. На турбо расход аккумулятора очень высокий. 5 минут и нет половины заряда. А через 10 вам уже придется ставить пылесос на зарядку. Мой коллега с канала Китай.ру еще заметил, что пылесос в режиме турбо через пару минут работы снижает мощность всасывания. Я не обратил на это внимание. То есть не увидел такое. Но в любом случае это опять же говорит о том, что данный режим является форсажем для аккумулятора с мотором. И не предназначен для постоянного использования. Из-за малого времени работы. Поэтому старайтесь пользоваться пылесосом именно в режимах эко или медиум. И лишь когда они не справляются, включайте турбо. После всех моих уборок, это 4 цикла разряда, хипофильтр оказался чистым. Эффективность циклона очень высокая. Но в любом случае он тоже моется в воде при необходимости. Док-станцию я повесил на входе в комнату, чтобы пылесос был всегда под рукой. Теперь его за секунду можно брать и не возиться с сетевым кабелем. Насколько я знаю, на сегодняшний день это один из самых интересных беспроводных пылесосов по соотношению цена-комплект-качество. Тот же Dyson V10 или V15 стоят от 3 до 7 раз дороже. А именно с ними он и конкурирует. Текущую стоимость пылесоса я озвучивать не буду, так как курс постоянно гуляет. Сегодня одна цена, завтра другая. Поэтому смотрите актуальную стоимость по ссылкам из описания. Заказ пылесоса возможен как в официальном магазине с российского склада на Алиэкспресс. Так и с Озона. Кстати, на Озоне на момент выхода этого видео он даже дешевле. Сегодня на этом все. Всем удачного дня и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok